Новости на репортере в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Сегодня в центре города горожане заметили подозрительную женщину с младенцем на руках и сообщили об этом в полицию. Правоохранители обнаружили ее лежащей на асфальте на Малой Арнаутской, а маленький ребенок сидел с ней рядом. По словам задержанной малыш, ребенок ее подруги, которая постоянно исчезает из-за разгульного образа жизни. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. На нее составлен админпротокол, а личность матери ребенка сейчас устанавливается. И сегодня в Одессе состоялся автопробег к всеукраинской акции, которая прошла в 13 областях Украины. Присоединились и одесские автомобилисты. Они требуют от правительства снизить тарифы на растаможку до 500 евро. Подробнее об автомобильном флешмобе узнавала Вероника Годяцкая. Украинские автомобилисты скоординировали усилия для общей цели. Сегодня они требуют от руководителей страны снизить непосильные тарифы на растаможку. Одна цель – разные методы, говорят автовладельцы. Одесса по сути своей мирный город. Перекрывать какие-то трассы или таможни смысла нет. Поэтому мы решили пробежаться автопробегом. Западная Украина знает точно, что перекрывают таможни и трассы. Половина стоимости авто. Сегодняшняя цена за растаможку иномарки из-за рубежа. Участники акции уверены – тариф стоит снизить до 500 евро. Тогда автомобили станут доступнее и деньги мимо государственной казны идти не будут. Я бы хотел просто ездить на нормальном достойном автомобиле и не только достойном, но и доступном. И не только я. Я хотел бы, чтобы каждый из украинцев имел такую возможность. Автовладельцы жалуются. По сравнению с украинцами, у граждан других стран больше возможностей купить авто и перемещаться на нем внутри страны. Пересмотреть режим временный ВОЗ, таможенный режим временный ВОЗ для украинцев и уравнять права украинцев с нерезидентами. Украинец имеет право завести транспортное средство только в режиме транзит. Это срок от 5 до 10 дней. Иностранец же может завести автомобиль в режиме временный ВОЗ на год. На сайте электронных петиций активисты обратились к президенту. Там за низкие тарифы на растаможку подписалось уже более 20 тысяч человек из необходимых 25. Времени еще достаточно и подписи, вероятно, успеют собрать. Но таможенные сборы сегодня являются такой прибыльной сферой, что правительство вряд ли сможет от них отказаться. Вероника Галяцкая, Игорь Лапчевский, телеканал Репортер. Вскоре жители Одесского региона смогут оформить целый ряд административных услуг со своего гаджета. Сегодня соответствующий меморандум подписали руководители облагосадминистрации, областного совета и фонда Восточная Европа. Минимум 10 административных сервисов через некоторое время будут доступны онлайн. Общий бюджет программы, рассчитанный на 5 лет, 4 миллиона 300 тысяч швейцарских франков, которые будут разделены между четырьмя регионами. Уже сейчас с помощью программы ИГЭП можно оформить субсидию на услуги ЖКХ, написать петицию в органы власти, а также поучаствовать в распределении средств так называемого общественного бюджета. Это часть городского бюджета развития, распределяемая в соответствии с пожеланиями громады. То, что касается конкретных видов административных услуг, то, думаю, что там подход, который вот с коллегами мы обсуждали, ну это прежде всего нужно ориентироваться на самые доступные услуги, те, которые необходимо, которые легче всего перевести. Мы определим на условиях статистических данных, мы не начинали работать, поэтому как бы сейчас сразу сказать, мы переведем эти услуги, либо эти услуги для этого, ну это достаточно короткие сроки, будет оценено фондом совместно с нашими специалистами. Саме сьогодні мы подписали спильный меморандум про ПОРОВ «Побачение украино-швейцарской программы электронного врядувания для подзвитности влады и участия громады. В наших планах надання можливости помощи нашим партнерам, среди которых есть и учебные заклады, которые готовят государственных службовцев, центры надания административных услуг. Это громадские организации надання максимальному инструменту в электронной демократии и электронного врядувания». И немного о спорте. Одесский Черноморец в преддверии старта второй части сезона подписал еще четверо их футболистов. К Дос Сантосу и Каплиенко присоединились Корноза, Аблитаров, Смородин и Машнин. Подробности далее в сюжете. Черноморец завершил комплектацию состава перед стартом весенней части сезона. Контракты подписаны с еще четырьмя футболистами. Состав моряков пополнил экс-полузащитник «Карпат» Артур Карноза, узбекистанский футболист и вратарь Сергей Смородин и защитник Резвана Блитаров, а также одесский полузащитник Александр Машнин. Напомню, ранее Черноморец подписал экс-защитника запорожского «Металлурга» Александра Каплиенко и бразильского форварда Элиаса Дос Сантоса. Первый официальный матч в этом году одесситы проведут дома 26 февраля в два часа дня против львовских «Карпат». И на этом пока все. Оставайтесь с репортером. Увидимся в следующем выпуске. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин